Церковь Русская, красуйся, великуй! Церковь Русская, красуйся, великуй! Во славе пресса я радующеся! Преосвященный епископ Елисей, всемогущий Бог, предызбравший тебя к служению церковному, сегодня, через возложение на твою главу рук, преосвященных архиереев, возвел тебя на высшую степень священства епископства. Отныне ты должен будешь ежечасно, отвергаясь себя и своего хотения, иметь в помышлении единственную пользу Церкви Христовой, в особый таинственный союз, который ты вступил сегодня. Наименование епархии стало частью твоего имени, дабы ты всегда помнил о том, что ты не принадлежишь себе, но Богу, поставившему тебя пасти овец словесного своего стада. В прошлом тебе довелось нести послушание настоятеля храма, духовника иноческой обители, наместника монастыря, и ты не понаслышке знаешь жизнь приходов и обителей в российской глубинке. Пусть же полученный тобой немалый пастерский, литургический, административный и хозяйственный опыт станет прочным основанием для дальнейших трудов на Ниве Православия, залогом верного устроения внутренней жизни, веренному твоему попечению церковного дела. Проходя поприще своего высокого служения, будь добрым соработником преосвященного Германа, митрополита Волгоградского и Камышинского, взаимодействий с которым тебе надлежит возделывать виноградник Христов. Вместе с тем совершенно очевидно, что ни один, даже самый одаренный человек не способен понести всю полноту обязанностей правящего архиерея без помощи клириков, сослужителей, самолитвенников у святой трапезы Евхаристического престола. Посему на всем протяжении предстоящего Девы Поприща не оставляй попечения о подготовке достойных кандидатов в священство, ибо ныне мы все воочию видим справедливость указания священного Писания «Жатвы много, а делателей мало». Итак, молите, господин Ажатвы, чтобы выслал делателей на Ажатву свою. Среди бесчисленного количества забот, дел и обязанностей правящего архиерея никогда не забывай, что основное твое призвание это соединение людей с Богом посредством таинств. Прежде всего, будь ревностным, совершительным соборной молитвы, таинства святой Евхаристии, в которой обретешь помощь свыше, благодатное утешение в скорбях и действенное укрепление в нелегких трудах. Будь верен архиерейской присяге, слова, которые были произносимы тобой сегодня здесь, перед алтарем святого храма. Личным примером благочестивой жизни веди клирк и паству ко спасению, не допускай, чтобы проповедь Евангелия Царствия расходилась с делами тобой совершаемыми, ибо образ поведения, примеры действуют на людей многократно сильнее любого самовозвышенного слова. Особо заботься о достойной организации и благотворительности, помощи нуждающимся, скорбящим, обремененным, к тем, кто зачастую не имеет надежды ни на кого, кроме Всевышнего. Мы должны ощущать себя орудиями божественной милости, памятуя, что любовь Христова способна уворочевать даже неисцелимые раны. Руководством к действию должен звучать для нас евангельский призыв, побуждающий подъять на свои плечи благое и легкое бремя Господа, дабы зримо воплотились слова священного Писания «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Будь же усердным подражателем подвигоположника спасения нашего. Стремись донести евангельскую весть до сердца каждого человека. Помни, что в проповеди веры нуждаются многие наши современники, вступившие в церковную ограду, принявшие святое крещение, но еще не имеющие достаточных знаний о духовных вопросах, навыках молитвы и доброделания, а также к тем, кто пока еще далек от Храма Божьего. Особое же попечение уделяй молодому поколению. Помни, что за юные души ныне разворачивается настоящая битва. От исхода которой завидосит будущее не только страны, церкви, нации, но всего мира. Следует ясно осознавать, что люди, забывшие призыв Творца, возделывать и хранить землю, становятся неспособны действовать, не разрушая жизнь общества, не отравляя ядом греха окружающее пространство. Сегодня православие испытывает колоссальное давление со стороны враждебных сил. Агрессивный секуляризм, тоталитарный либерализм стремятся при помощи средств массовых информации и насадить в сознании наших современников ненависть к церкви, сформировать отрицательный образ христианина, обвинить пастырей и посомых во всевозможных нравственных преступлениях для того, чтобы дискредитировать дело Божие. Но церковь на протяжении без малого двух тысяч лет своего существования неоднократно переживала подобные обвинения. Она преодолеет их в этот раз, ибо ей устами своего основателя обещана окончательная победа. Однако всем нам, и особенно архипастырем, следует помнить слова Христовы «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Прими же с жезл сей, как знамение силы Божией, совершающейся в немощи, и гряди к народу, молившемуся с нами за литургией, и да будет преподанное тобой благословение добрым началом предлежащего служения, совершаемого во имя Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священникам и Богу, и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Аминь.